Какая эта штука весьма интересная. Эта штука самый распространенный бомбардировщик Второй мировой войны. Российский самый распространенный бомбардировщик Второй мировой войны. Пе-2. Петляков его сделал. Ну сначала немножко посудили, а потом он вернулся и сделал милое дело. В 1939 году он выпустил этот самолет. Чем этот самолет был интересен? Вот именно этот самолет. Тем, что это был высотный истребитель. А уже потом его сделали в качестве пикирующего бомбардировщика. Но давайте небольшой нюансик я вам расскажу, что пикирующим бомбардировщиком в том состоянии, в котором он сейчас виден, то есть когда у него были выпущены щитки, он не работал во Второй мировой войне. Потому что это была немножко сложная в управлении машина, которая капотировала. Естественно, ее немножко заносили при вращении двигателей. Немножко вбок вставала она, козлила, естественно. То есть нужно был крутой специалист. Поэтому даже если мы выконцовочки дали немножко французским, то не получилось у них. Это не была ситуация с Нормандией, Неманом. Нет. Это уже чуть было позже событийности. Сколько этих самолетов было сделано? Ну, примерно 11 тысяч, с небольшим, естественно. Конечно, в некотором сути отдельные товарищи умудрялись сделать самолеты с пикированием. Но таких было не очень много. А так это был стандартный фронтовой бомбардировщик, который переделали уже. И он целиком заменил все подряд. Первоначально он начал выпускаться в 1940 году. Тогда их было не так уж и сильно и много. Поэтому, естественно, первоначальные действия во Второй мировой войне, без учета того, что мы готовились к обороне, естественно, мы... Ну, такая ситуация случилась. Что потом? Потом этот очень интересный самолет, он был хорошо упакован, кое-что поменялось. Пушки из шкаса в шкас, чем был интересен? У него была очень потрясающая скорострельность. Много выстрелов в минуту, но точность была не сильно хорошая. И поэтому его частенько меняли на другие вещи. Но, тем не менее, это был очень неплохой самолет в качестве еще и истребительного бомбардировщика. То есть он ночной... У него была штучка под названием датчики, специальные ночные. То есть он видел. Вот вы видите, да, что он увидел эти датчики. И он мог заниматься уничтожением ночных бомбардировщиков. Он этим тоже занимался. Вопрос, сколько мы их потеряли? Ну, много мы потеряли. Это стандартная ситуация была, потому что не каждый первый мог это сделать. Но те, кто это сделали, ох, это была машина адвентецкая. И даже мы будем говорить, что максимальное количество этих самолетов, оно было где изготовлено? Ну, кстати, не совсем далеко от Магнитогорска. Вы сможете через Зуху проехать в город Казань. В Казани их было сделано... О, сколько их осталось? Их осталось не так уж и много в принципе своей. То есть мы думаем и забыли о том, что это наша сущность. Мы могли бы в конце концов это дело оставить, но не получилось. И самый простой вариант, вам посмотреть на эту машинку, вот надо съездить в Екатеринбург, в город Верхняя Пышма. Вот там есть музей определенный, там эта машина стоит. Это недалеко. Что касается того, чем я лично занимаюсь. Лично я занимаюсь всем, чем занимался в детстве своем. А вы не понимаете? Вот понимать нужно. Как я это делаю? Естественно, потому что я экономлю. Денежные средства и все остальное. Но я не сильно экономлю на своем здоровье. То есть я примерно знаю, как можно кушать и стараюсь это делать красиво и ровно. Остальные вещи, то есть это, конечно, то, что мы сейчас будем говорить из разряда 1 к 72. У меня есть еще и 1 к 48. Не мной сделано, естественно. Но неплохая машина. То есть мы будем говорить, что из разряда мыслей к существованию это был один из лучших вариантов. Самое забавное, что первоначально мы туда ставили модели двигателя М105. Это испано-сюиза. Мы сдернули с Франции. Кстати, неплохо мы работали. Да, неплохо же мы работали, естественно. Там еще турбины мы вставили. А вы что, не думаете, что мы турбины не умели делать? Да мы тогда все умели делать. И первоначальный вариант, он был вообще как бы, ну, герметичная кабина. Это потом стали и раз герметичные карабины. И, к сожалению, этот самолет именно убил своего продоначальника. Это было 19 января 1942 года. Они вылетели с одного аэропорта и разбились. Вот Петляков так и закончил свою жизнь. Ну, бывает, что же я могу сказать. Но, тем не менее, машина пошла дальше и красивее. И Петляковым назвали тот самый бородировщик ТБ-7. Пи-8. Естественно, я потом уже, когда я его сделаю, я вам покажу, потому что я хочу вторую модификацию сделать. Там они были с дизельными движками. Там машина была немножко сложноватая. Ну, да ладно. Не в том суть событий. В том суть событий, что мы сегодня сейчас имеем. Как бы вам сказать? Надо все мое время думать о хобби и реализовывать его. Не нужно думать, не надо быть мерзостью и быть отморозком. Это быть не должно. Всегда вы должны вспомнить детство свое. Я понимаю, конечно, что сейчас и сейчас детям надо что-то немножко показать, как это делается. В принципе, давайте все-таки попробуем это сделать. Потому что дети, которые это не будут уметь делать, что это будет? Это будет абзац всей истории. Постарайтесь это делать вместе с детьми. Я своему сыну говорю, приходи, рисунем все это сделать. Но, к сожалению, к сожалению, видите, такая ситуация, что мы расстались. Я с ним вижусь, но не так часто, как мне бы хотелось. Это сложности, но, тем не менее, такие вещи случаются. И при всем богатстве выбора я даже знаю тех людей, с которыми я очень хорошо знаком. Я очень хорошо был знаком с Сергеем Филипповичем Прашниковым. Это был самый крутой человек, который сделал лучшую в Магнитогорске коллекцию раритетных автомобилей. Тут даже никто рядышком стоять не может. Вообще. Это была крутизна. Я знаком с другими товарищами, которые даже умудрились сделать самое лучшее пиво в городе Магнитогорске, Верхнеуральское. Я знаком с другими товарищами, которые сделали в городом одиночестве целиком на своей территории автодром. Я с ними знаком. Я люблю Виктора Филипповича и Рашникова, даже невзирая на то, что отдельные странные товарищи что-то мне говорят. Я говорю, если бы не он, что бы мы делали, то, да, конечно, я был его личным оператором, но сумочка-то была весьма интересная. Все, 5300 рублей, это в три раза дешевле моей пенсии сегодняшней. Ну да ладно. То есть я не просто их люблю, я их люблю и люблю вас. И поэтому все мои сюжеты это моя большая любовь к вам, те, кто меня смотрит. Спасибо, что вы меня смотрите. Огромное!